привет друзья меня зовут саша жучкин и сегодня новая серия про работу как вы знаете я возобновил рубрику про разные профессии сегодня я иду на работу доставку самокат не написал вконтакте даня то что он хочет показать как устроена работа в самокате мне это интересно потому что я очень частый юзер этой доставки поэтому посмотрим как все там изнутри может быть какие-то инсайды у нас будут посмотрим там как списывают продукты вообще как устроена короче работа доставки самокат в общем вдруг вы ищете работу и посмотрев возможно какие-то мои ролики там этот или там прошлый про яндекс лавку вы такие слушайте а я как раз еще работаю хочу устроиться там короче обязательно подпишитесь на канал потому что впереди много очень крутого контента обязательно поставьте лайк поддержите меня потому что что-то мои ролики не высвечиваться в рекомендациях я понятия не имею что такое поэтому поддержите меня фух а я иду на работу доставку самокат солёта привет как тебя зовут далее как проходит твоя работа вообще расскажи людям решая в 10 утра на смену на склад открывая смену надеваю шлем перчат шлем обязательно обязательно да без него ругаются штрафы без шлема если ты у нас штрафов нет вообще ни за что то есть ты можешь опаздывать тебя нету что да но будут ругать но будут ругать но типа так же можно типа каждый раз опаздывать или чего можно но ну вот и есть штраф в плане будут ставить меньше смен то есть ты говоришь что хочу вот в этот день работать тебе говорят нет ты вот плохо работаешь мы поставим тебе в другой день интересная схема так сказать штрафование она в какой-то степени но правильная наверно потому что ну типа тебя штрафуют на деньги но немножко по другой схеме маска обязательно конечно же и куртка но куртка не совсем обязательно но советуют чтобы узнавать сколько по времени ты работаешь с от доставки самокат но стараюсь три-четыре дня в неделю по 6 где-то 8 часов максимум скажу от себя я пользуюсь доставкой самокат но если не каждый день то наверно там через день вообще для меня это супер крутая доставка продуктов потому что я частенько заказываю знаешь себе там одну или две позиции там ну бывает впадлу идти в магазин реально там хочется шоколадку или что-то я беру заказываю тебя не бесят люди которые узнаешь заказывают одну позицию да в принципе нет но разве что те которые вот у нас есть зоны полтора километровые трех километровые эти которые на три километра на самый конец зоны заказывают одну баночку сгущенки это но немножко не очень в принципе так ночь моя работа не знаю я же сам ее выбрал чем вот отличаетесь например от яндекс лавки как ты думаешь или может быть есть ответ наличием штрафов все что я слышал про яндекс лавку что там очень штрафуют вообще за все вроде как у них шлемы не обязательно в отличие от нас в яндекс лавке обязательно нужно брать заказ в отличие от нас у нас ты можешь сказать поменяться с другим человеком если вдруг тебе куда-то нужно или слишком сильно устал люди принципе хорошие здесь входит положение вот сейчас там у нас идет разгрузка мы помогаем перетаскивать к коробке все в на склад там товаровед уже их заводит в систему за это никаких доплат ничего нету просто типа ты можешь можешь или обязан как это ну как бы не обязан там как бы может игрушек сам поносить но он просит такой ну ребят помогите тяжело в наш целую фуру разгружать в одиночку в одиночку но это как бы говорилось на собеседовании то что ну вот надо будет помочь нам разгрузить полы помыть в конце смены убрать столик мусор выкинуть все прочее пришли вот склад у нас вот фура который мы разгружали следовательно сейчас открываю смену и беру заказ как примерно у тебя в день заказов получается около 18 у нас минимум идет два заказа в час должны мы делать получается я стараюсь как нужно больше нам за это не доплачивают пока что говорят что в будущем ведут доплату за чем больше часов но все равно мне очень нравится поэтому я стараюсь просто для себя и в свободное время я занимаюсь музыкой у меня своя группа есть burning ocean пишу эмо поп-панк скоро альбом планируем выпустить эмо ведь уже не модно вообще сейчас модно но я не из-за этого у меня просто это по душе это я все в принципе я не люблю ограничиться за жанрами потому что я любую слушаю вообще любую музыку если вот этим я пишу тоже совершенно любую отказываешь себе в жизни в чем-нибудь были ли такие случаи ты такой смотришь думаешь блин пока себе это позволить не могу ну вот гитару очень хочется очень моей уже получается лет десять и следовательно с ней записываться я постоянно хожу в музыкальный магазин и ну вот пока коплю ну в принципе на идее иногда экономим когда вот ну денег не особо много приходится так ну нет сегодня вот этому есть не будем ну получается вот нам куртку такую выдают маски в бесконечном количестве иногда завозят перчатки но их никто не берет и салфетки еще влажные выдают вот шлемы есть вот такие как у меня новенькие есть постарше рюкзак вот такой они в принципе половина из них хорошие в плане вот все есть на месте но вот есть вот такие проблемы а какие а типа молния в некоторых плохо да и вообще знаешь что вообще ты везешь да да просто в яндекс лавке они не знают только там в каком-то телеграме могут посмотреть вот получается баклажка воды 9 литров и сахар ага это все один заказ сумки здесь ну в полтора раза больше чем в яндекс лавке в еде и вообще в любых других доставках ну потому что у нас очень часто заказывают там две баклажки по 9 литров и очень бывают рюкзаки по 20 килограмм и все прочее очень много заказывают бывает как куртка вообще что про нее скажешь выглядит обалденно на самом деле это просто новая там есть еще постарше вот они похуже в принципе тепло очень вот я до этого был в бухевике грубо говоря сейчас я ее сменил вот почти ветровка мне не холодно сколько тебе нужно сколько тебе дается времени чтобы доехать туда и сколько за сколько ты реально доедешь сам получается полчаса дается это когда заказ поступил в работу когда что по собрать и отвезти да то есть собирают где то если заказ такой небольшой ну две минуты максимум минуту а если побольше там ну минут пять могут собирать получается ну 25 минут где то чтобы отвезти мы обычно сидим до 20 минут и ждем следующего заказа чтобы ну один не везти сразу два в работу взять а чтобы реально довезти ну я думаю минут за 15 я управлюсь так друзья это местный велосипед написан что это велосипед Ольги значит я не понимаю что это за фирма горизонт или что-то еще в таком духе тут есть цепь смотрите нормальная вполне резина в середине конечно протектор стертый но в целом норм ну по внешнему виду тут даже подписано смотрите туда сюда что бы это не значило туда сюда типа фара есть такая вот дисковые тормоза заметьте это тоже большой плюс ну видим что это велосипед турбированный ну вот и шим шимана у него переходники переключатели так велик вроде бы более менее нормальный а что делается с хавкой которая вот подходит к сроку уже ее списывает товаровед и мы дружно выносим на помойку которая тут недалеко вот там за углом там наверное так же бомжи обитают как и в яндекс лавке ну я кстати ни разу не видел не знаю у нас может как-то поэлитней здесь что ли так даниил приехал своего нового заказа и сейчас я ему дам камеру для того чтобы он показал как все внутри устроено держи так направляемся на склад так и 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 в яндексе и вот сегодня с тобой в самокате и что мне бросилось в глаза и что я считаю самым большим плюсом это то что вы не берете с собой не одежду не сумку потому что я знаю что ребята из доставок когда приносят домой сумки в этих сумках просто может находиться все что угодно я видел там спали коты там типа домик для животных то есть это прям совсем ну никак не сопоставимо с едой которая должна находиться там да мы получать на вешалку как-то обрабатываете уже потом ну по приходу например каждая смена там у нас рюкзаки мы протираем регулярно дезинфекции доставлял когда-нибудь такие места да обожаю очень красиво не отвечает ну что в таком случае делать ждать пять минут потом отмена заказа периодически позвонивать подняться да хорошо подожди мы сейчас в жилом доме да это просто недвижимость а чуваки чтобы его не я думал мы просто зашли в какой-то офис а это прям какой-то супер реально дом бизнес-класса можно делать какого люди с бабками все равно заказывают еду до доставки то есть не ходит ни в какие азбуки вкусу но говорю только чего и все равно это не доставляет давай не дает сколько процентов тебе сейчас могут дачивые вот как думаешь вот и 100 процентов как думаешь обычно рублей 100 всегда дает максимум вопрос был по срокам того женщина что я не устроил говорит что якобы последний день всегда доставляют по срок потому что просрочены уже почти все нажимает заказ первым ну чё чего и дали нет еще и не дали еще и там наехали со 40 годности бывают такие клиенты на ничего страшного по твоей статистике где лучше относится к доставщикам в элитных домах или все-таки в простеньких но там это не зависит мне кажется могут это вот такой вылет нам попасть может такой же папа сын были когда-нибудь этом прямо жесткие наезды со стороны человека которым ты относил заказ нет принципе максимум они просто угрюмо смотрят на тебя быстро забирают и уходят ни слова не сказал но таких очень мало в основном все очень приветливые но вот одному коллеги хамили там то поводу чего ты скоро будешь или что-то типа того звонят с порога так на ты они там на разругались и сейчас поеду на следующий заказ специально для вас покажу следует свою дорогу друзья ну а пока паша отвозит свой очередной заказ я хочу вам напомнить что каждую среду для каждый четверг раз в неделю у меня выходит на этом канале ролик и эти ролики на самом деле очень крутые кто не видел прошлый ролик желтое рабство 2 обязательно посмотрите там я целый день работал с доставщиком яндекс лавки между прочим его зовут паша и этот паша сейчас принимает участие в моем проекте жизнь на прокачку поэтому обязательно посмотрите видос яндекс лавкой и потом посмотрите откровения с этим же паши на самом деле есть на чем задуматься но это сейчас я жду пашу и мы дальше продолжаем работать в доставке самокат впереди еще очень много всяких ништяков и секретов доставки так наконец-то заказ на который мы можем с тобой сходить вместе и вот по твоему наблюдению что чаще всего заказывают люди в доставке самокат напитки почти в каждом заказе там какие напитки соки молоко очень часто заказывают яйца довольно часто заказывают но это с утра типа яичницу сделать люди хлеб логично ну товары первой необходимости такие которые приготовить быстро кто покупатели еды из самоката среднестатистическое лицо человека ну и в целом человек который заказывает еду из самоката девушка лет тридцати двадцати пяти молодые в основном девушки реже мужчины еще реже бабушки бывают но это наверно связано с тем что они плохо дружить да ну до телефоны да 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 я на карантине когда был совсем жесткий карантин когда вот была первая волна пандемия я короче неделю наверное заказывал из самоката тогда появилась тема что раньше можно было платить наличкой сейчас можно только по карте я так и не понимаю объясними в чем прикол написано доставка за 15 минут внутри приложения написано что доставляем за 30 как это вообще работает ну у нас есть две зоны 15-минутные полчасовые 15-минутные это примерно полтора километра от склада то есть вот сейчас у нас в 15-минутный мы идем она вот как раз где-то ну километров полтора так от 1 8 уже идет полчасовые до трех километров если например если например погода но просто жесть ну там ну и не знаю ливень как тогда действовать ездим также я один раз очень торопился в ливень и заработал себе гематома на руке когда внешне на заказ и упал ворует ли велосипеды в доставке применение раз такого не было когда я так и устраивался говорили что был один раз но у нас мы вообще даже их не пристегиваем на самом деле в том что центр города и камеры везде мы считаем что я лично завожу в подъезд просто и ну в подъезде то кто пройдет на пять секунд убежать есть люди которые работают на самокате в доставке самокат я был таким человеком но у меня он очень быстро садится поэтому не получается на нем весь день ездить и все по той же причине тоже отказывается и потому что на самокате тяжелее в плане рюкзак очень назад перевешивать на самокате сколько ты еще планируешь проработать в доставке самокат пока это единственный источник дохода поэтому пока нужно ближайшие полгода думаю до будущее ну короче все велик ты даже не пристегиваешь на самом деле не было бы стрёмно оставлять велик не пристегнутым просто сил уехал но надеюсь что с ним все будет в порядке я люблю старые дома потому что у них есть лифты на в пятиэтажках это во-первых круто смотрится лично для меня со стороны с улицы во-вторых очень удобно в таких зданиях обычно живут старые люди и мне кажется самое то друзья сейчас я померю рюкзак да не не интересно вообще он тяжелый или нет здесь как я понимаю маленький заказ и цените как бы рюкзак здоровый то есть это просто гигантский рюкзак сюда может все что угодно поместиться мне кажется по ощущениям в целом случае удобно то что он большой это очень удобно он просто почти до поясницы и целом нормально велике на таком гонять самое то поэтому даже там не знаю три бутылки 4 бутылки 5-литровых сюда по месяца да не знаю по он нормально липу не цвет классный ну что наш рабочий день подошел концу начали мы с 9 часов утра и сейчас уже три дня 15 часов сейчас сколько за это время получилось сделать заказов и сколько за эти заказы собственно ты получишь получается заказов около 17 так как у нас идет ставка не за заказы а за количество часов то получуя именно за часы это получается сколько девять это трех я получу в районе полутора тысяч то есть за полдня полторы тысячи если бы ты работал например там до 11 до последней смены ты бы получил там в районе трех тысяч до но на самом деле 3000 от нормально у нас многие работают по 16 часов это вообще какие-то монстры не понимаю как они так могут много по 16 часов это достаточно много на самом деле работать ну вот короче в яндекс лавке за целый день но там на самом деле тоже не за целый день до где-то вот до 7 вечера получалось две тысячи но где-то в среднем на самом деле так и получается что в лавке что в самокате но опять же от себя скажу что не самокат как-то ну более что ли более приятный во первых потому что в самокате можешь заказывать от 100 рублей но это было раньше сейчас помогать 150 правильно у меня на районе 150 то есть минималка 150 вот и на самом деле очень быстрая доставка то есть но это прямо реально очень быстро у меня склад самоката рядом с домом находится не так близко ну вот так что там обычно всегда за полчаса но например если ты живешь мне кажется в этом же доме да где склад ну типа это прям минут наверно может быть 15 очень быстро короче доставка топ работа сама по себе но судя потому что тогда не рассказал вроде каких-то косяков я не заметил но единственное что тебя сейчас попросили написать объяснительную за счет того что типа спалили как мы снимаем ну вот что это объяснительный будет как думаешь я ее написал уже сказал что в рабочее время снимался в ролике все опять же тебя за это не штрафануть ничего не сделают ну не знаю да будет очень странно в общем как раз таки друзья подпишитесь для того чтобы дальше узнать были какие-то наказания или какие-то возможные штрафы с вами был александр жучкин и даня который работал и работает доставки самокат до новых встреч друзья до завтра пока и м и и Продолжение следует...